В этот воскресный день на литургии читалось отрывок из Евангелия Матфея, в котором повествует Христос притчу. Притчу о неких злых виноградарях, которые, в общем-то, захватили не свое, не свой виноград. Они лишь только были там работниками, делателем этого винограда. Когда пришел срок и надо было забрать виноград, то они решили его не отдавать. Более того, они побивали слуг хозяина и, в конце концов, даже убили его единственного сына. С тем, чтобы, как они считали, завладеть этим виноградником и пользоваться всегда только им. В общем-то, причина правильная была тогда для обличения фарисеев, которые действительно в этом смысле захватили народ Божий, с тем, чтобы его соблазнить, и с тем, чтобы никаким образом этот народ особо-то не слушал даже Бога. Вот не просто захватить его, как некое состояние материальное, а умы, души, с тем, чтобы отвратить, отваять его от Бога. Но почему? Зачем? Зачем? Что это за такое злое действие? Зачем это надо было вообще тогда этим древним иудеям подменять себя вместо Бога? Вот никак это, может быть, непонятно, говорит, они исполняли очень много и очень достаточно подробно исполняли законы, которые даны были им во Второзаконе, в Ветхозаветных этих книгах. Однако почему так Христос обрушается на них с таким гневом, что они подменили Бога и поставили на вот эту высоту Божественного закона себя и свои законы? Дело в том, что внешнее исполнение требований закона, оно необходимо лишь только тогда, когда имеется определенная цель. И вот эта цель стяжания Духа Святаго, она не только была потеряна тогда. Если сравнить времена, скажем, те с временами средневековыми, западной церкви, или если уж говорить о том, что Евангелие должно быть актуально всегда, то необходимо подумать и о современном мире, и в том числе о себе. Насколько оно теперь для нас актуально, нужно ли его теперь сейчас об этом думать и размышлять, если это было сказано тогда для древних иудеев, для законников и книжников мира того. Вот замечательно в свое время русский писатель Достоевский сказал в главе Великий Инквизитор о тех самых условиях, которые создала Церковь Западная, условиях подмены человеческих законов и человеческой иерархии божественных законов. Дело в том, что, конечно, человек слаб, и управлять им было бы легко, если бы были рычаги управления чисто земным. Ведь в свое время, еще не выйдя на проповедь, Христос был искушаем в пустыне. И вот самые эти искушения, они ведь поныне действуют в сердцах человеческих. Понятно, что желание покормиться, напитаться, желание чудесами или славой, честью, властью, в конце концов, вот эти желания приобрести для того, чтобы управлять, для того, чтобы властвовать, они, оказывается, были не только во времена земной жизни Христа, они, оказывается, уже были после воскресения Христова, уже после того, как апостолы явили славу не свою в этих чудесах, и власть явили не свою, и как будто отвергнув вот эти все земные системы притяжения и системы управления человечеством, однако со временем эти земные силы управления стали действовать даже в христианском народе. Вот если попытаться вспомнить то, о чем говорил русский писатель, или даже сейчас подумать о тех силах, которые связывают людей с церковью, которые управляются церковной связью, можем найти нечто схожее. Слышали, наверное, такое понятие, как построение вертикали власти. На чем она основана? Я начальник, ты подчиненный. Это с каким-то образом согласуется хоть как-то с Евангелием? Ну, конечно же, нет. Хочешь быть первым, будь последним. И Христос умывал ноги своим ученикам. Нечто иное проповедуется сейчас в различных обществах, скажем так, в различных социальных структурах. Построение власти, власть как давляющая сила, должна быть для того, чтобы управлять и для того, чтобы не то, что наказывать, а даже дарить некие земные блага. О земных благах, о том самом хлебе, который должен был сделать Христос из камней, по учению дьявола, вот эти камни, этот хлеб, сейчас, оказывается, он является некой иконой современного общества. Все человечество направлено на то, чтобы построить себе хорошее благосостояние, сытое благосостояние, сытый живот. Весь ученый мир работает над тем, чтобы как можно быстрее и проще накормить человечество. Как можно больше дать ему наслаждение и удовольствие. Для чего? Зачем? А ведь так проще всего управлять. Древний Рим, оказывается, об этом знал. Надо давать было, оказывается, хлеба и зрелища. И тогда можно было управлять вот этим. Но народ ли это? Но человек ли это? Если он, этот человек, рефлексирует, ну как бы, его сознание, его душа откликается только лишь на потребности живота, на своего желудка, он превращается в животное. Человеческое лицо, он свое теряет. Ну, человеческое имеется в виду образ Божий. Почему? Дело в том, что, оказывается, при таких условиях, когда человек думает только о удовольствиях и о еде, он забывает про небо, про душу, про спасение. Конечно, это было бы проще. Украсить себя, насветить себя, сделать себе, ну, определенные такие системы для наслаждения. Но что после этого? Конечно, и таким человеком легче всего управлять. Он управляемый человек. Но что после этого человека достается? Опустошение души? А вообще, он будет знать о том, что такое душа? Красота души. Вот не так давно с детьми первого класса разговаривали о красоте. И они приводили примеры красоты. Знаете, иногда бывает даже страшно повторять то, что они говорят. Ведь они это слышат от нас. Что есть красота? А вот горбатый человек, спрашиваю, он красив или нет? Нет, конечно же нет. Начинаю рассказывать им о Серафиме Саровске. В конце рассказа спрашиваю, красив Серафим Саровский? Да, красив, но он же горбатый. Чем же он красив? Вот как раз этого, то есть красоты души, о которой они должны знать с детства, с малолетства, от своих, просто знать не потому, что им рассказали о Серафиме Саровском или еще о каком-то замечательном человеке. Просто потому, что родители стремятся не к хлебу земному. Не о том, как губы накрасить, простите. Не о том, как свою квартиру, не знаю, чем иконами, картинами, или еще чем навешивать и украсть, а о состоянии души, в которой должна быть красота, любовь, нежность, милосердие и такое прочее. Если родители бы об этом заботились, дети бы это знали. И не только в 6-7 лет. Они бы еще и раньше, наверное, узнали. Но когда человек стремится только к красоте телесной или к заботам этого мира, никакие слова не воспитают. Это некий показатель того, к чему современный человек, современное общество стремится. Порабощение души, то порабощение, которое происходит во всех слоях общества, это дьявольское порабощение. Это должны мы очень четко знать, понимать. Истинная любовь дает свободу человеку не только от греха. Конечно, это очень важно. Она дает ему свободу возноситься к Богу. И вот тут препятствием как раз между человеком и Богом может быть кто угодно. Даже священник. Если он говорит, что я тебе все скажу. Я смотри, вот тебя сейчас по соборам, и тебе стало легче. Это я же по соборам. Или я тебе скажу, тебе идти на работу или не идти. Потому что мне, видишь, открыто нечто большее, чем тебе. Ни в коем случае. Нельзя на эти уловки идти, потому что необходима свобода в любви ко Христу. А не в любви к человеку. В человеке вообще, даже в Саламееве Давид сказал, не надейтесь на них, на людей-то. И не на князя человеческие. Нельзя на них надеяться. Только на Бога уповайте. И вот эта свобода может дастся тогда, когда человек не только этими страстями живет, не только этим миром, не только для удовольствия своего тела живет. Поставит цель, и к ней идет Царство Небесное. Тогда все остальное будет прилипляться. Аминь. Аминь.